Здравствуйте, уважаемые зрители! У вас в гостях программа «Звезды русского мира». Русский романс – явление уникальное и до сей поры до конца еще не изученное. Романс цыганский, белогвардейский, романс старинный и современный, романс городской – это, конечно же, уникальный совершенно пласт русской музыкальной культуры. И сегодня мы с вами говорим о тайнах и секретах русского романса. Говорим с человеком, который является совершенно уникальной звездой на небосклоне этого удивительного жанра в России. Женщиной с чарующим голосом и потрясающим артистизмом. У нас в гостях Ирина Крутова. Ирина Крутова – лауреат многочисленных фестивалей, дипломант Всероссийского конкурса вокалистов имени Надежды Обуховой, участница Всероссийского конкурса вокалистов имени Михаила Глинки. Одним из наиболее важных результатов участия в многочисленных конкурсных баталиях Ирина Крутова считает победу в международном конкурсе молодых исполнителей русского романса «Романсиада-2002». С этого момента начинается отсчет новой творческой линии в жизни Ирины Крутовой. Она завоевывает не только почетные призы и награды авторитетного жюри, но и любовь и признание зрителей и статус восходящей звезды русского романса. На протяжении долгого времени Ирина плодотворно сотрудничала с именитыми музыкантами Виктором Фридманом и Михаилом Аптекманом. Ирина Крутова регулярно принимает участие в музыкальных телепрограммах канала «Культура». Она приняла участие в более чем 30 телепередачах «Романтика-романса», посвященных Клавдии Шульженко, Анастасии Вяльцевой, Лидии Руслановой, Оскару Строку и многим другим. Одна программа была посвящена творчеству певицы. Мир творчества Ирины Крутовой удивительно многогранен. Он включает в себя различные направления вокального искусства, народную песню, романс, ретро, камерную лирику. А объединяет все грани ее творчества высочайший профессионализм, яркая индивидуальность, убедительность исполнительской трактовки, а главное – любовь к удивительному божественному чуду – человеческому голосу. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Огромное спасибо, что вы нашли время прийти к нам в русский мир. Еще со времен первой романсиады вас стали называть «Солнце русского романса». И должен утверждать, что это действительно так, потому что вы вошли в нашу студию, и действительно в нашу студию вошло солнце. У нас стало гораздо светлее. В этой связи, Ирина, первый вопрос к вам такой. Как добивается исполнитель, певец вот этой вот солнечности и удивительной тембральной откраски голоса, какая есть у вас? Это фамильное, семейное, или это приобретается с навыком и с годами? Я думаю, что это некая данность. Либо это есть, вот эта теплота в голосе, либо нет. Тут уж как написано, что дано Богом, то вот и звучит, тем самым и освящаем. Вы родом из старинной казачьей станицы, недалеко от Дона, Ростовская область. У вас в роду были люди поющие, были люди, от которых можно было перенять какую-то песенную традицию? Да, моя прабабушка, собственно, ее приглашал в свой хор Пятницкий, когда он собирал. Да, и ее родные, вообще была поющая семья, говорили, вот Морозовы поют, возвращаясь с работ. Их слышали всегда, знали. Мне, к сожалению, не удалось, я не застала уже, потому что, когда я родилась, ее не стало. Но знаю о том, что она пела. Наверное, в какой-то мере мне передалось. Ирина, скажите, ну что вот в детстве все-таки очень много формируется у нас, каких-то желаний на будущее? Что повлияло на ваш выбор стать певицей? И я даже иначе поставлю вопрос. Что сделало со временем вашу профессию, вашим призванием? Потому что сегодня Ирина Крутова и русский романс – это абсолютно неотделимые вещи. И сегодня, и это тот редкий случай, добавлю, когда профессия человека, вы занимаетесь этим профессионально много лет, становится призванием, то есть движением души. Вот какие-то были импульсы в детстве к тому, чтобы вы стали певицей? Ну, я пела, сколько я себя помню. Я всегда пела, и, видимо, родители не могли остаться в стороне, отвели меня в музыкальную школу. Я ушла из музыкальной школы, потому что не очень сложились отношения с учителем. Ну, я была совсем маленькая, она была достаточно груба на уроках, и, в общем-то, отбила желание заниматься на какое-то время. Но я все равно продолжала петь, и меня снова отвели в музыкальную школу, уже в другую. И, в общем-то, вот с этого момента уже занимаюсь неразрывно, хотя были попытки школу оставить, ну, уже в таком возрасте постарше, как у всех, протесты и все такое. Вот это очень интересно. А попытки оставить школу в пользу чего? Какая-то возникала новая профессия или какой-то новый интерес? Нет, не в этом дело. Опять же, вот просто какие-то внутренние моменты школьные. Там были какие-то сложности, которые меня отвлекали как раз вот от музыки, от всего этого. И мне хотелось уже тогда совсем оставить, на что родители мне сказали, вот начали, нужно довести до какого-то завершения, а дальше решишь. То есть ты и окончишь школу, а дальше решишь, нужно тебе это дальше в жизни или нет. Я окончила, и дальше уже пошла в музыкальное училище. Ирина, насколько я знаю, это было музыкальное училище имени Дмитрия Шостаковича в Новороссийске, но там вы не сразу тоже начали заниматься вокалом, верно? Да, да, дирижовский хоровой факультет окончила, чему очень рада, потому что это такой, в общем-то, хороший задел на будущее, потому что хорошая база и теоретическая, и вообще очень интересно. И я, надо сказать, даже скучаю по вот этому ощущению хора, созвучия. Но пока вот не довелось какой-то проект создать, чтобы снова вот как-то с хором все это соединить. Да, да, да. Скажите, пожалуйста, а как скоро вы пришли к исполнению романсов? Если можно сказать так, мой приход в романс тоже был такой непростой. Не сразу, вот как у меня не сразу сложилась музыкальная школа, не сразу вот эти все моменты. Я участвовала в романсеаде, мне моя мамочка, в общем-то, она меня подтолкнула к этому. Не совсем был удачный опыт мой первый. И я с этого момента вообще вдруг, оказавшись в конкурсе, стала понимать, что это такое. Я поняла, что есть другой мир помимо академической школы. И я стала в это вникать, стала как-то погружаться и изучать много записей. Вот здесь мы подходим к очень интересному вопросу. Как вы работаете над романсом? Знаю, что вы не только собираете тексты, делаете порой свои аранжировки у романсов. Даже иногда, как рассказывают, какие-то меняете строчки, если это, упаси боже, не Пушкин и не Афанасий Фетт. Но это действительно иногда потребно в романсе, потому что именно по этой причине мы знаем романсы во многих версиях. Очень многие певицы создавали тексты. Например, Федор Шаляпин, Тежевочий Черный, пел дописанный им самим куплет. Ой, я не знаю, сколько существует версий. Огромное количество этих куплетов. И даже иногда говорят «версия Аллы Баяновой» или «версия Изабеллы Юрьевой» недалеко в то время, когда будут петь «версии Ирины Крутовой». Это совершенно логично. И вот таким образом вы уже превращаетесь, почему я назвал сегодняшнюю нашу встречу «тайны и загадки русского романса и секреты». Вы уже превращаетесь в такого исследователя русского романса. Как проходит эта работа? Сперва текст, сперва музыка. Что вообще вас привлекает в новом романсе? Потому что известно, что вы действительно выводите сейчас на сцену певческую. Порой тексты очень давно неисполняемые, забытые тексты. И то, и другое, и третье. В каждом романсе есть свои какие-то более сильные, скажем, стороны. Что-то, что тебя привлекает. Какой-то более актерский интересен, какой-то по музыке трогает больше. Где-то текст такой, где ты понимаешь, что можно развернуть какую-то актерскую историю. То есть, как с людьми, все разные эмоции вызывают. И то же самое с музыкой, и то же самое с романом. В этой связи такой вопрос. Каждый романс и вообще каждая песня – это микропьеса. Маленькая история, которую нужно рассказать и донести эту историю до зрителя. Многим это кажется порой странным. Многие ставят на первое место вокал. А между тем самое интересное – это вот этот драматизм. Потому что романс всегда отличается потрясающим, стихотворным насыщением, как правило. Что все-таки первично – драма или музыка в романсе? Я думаю, что важно все. Важно вот это сочетание. Не уйти только лишь в голосовые какие-то штучки такие. Не уйти в чистое актерство, что тоже будет в противовес. Важна какая-то золотая середина. И хочется верить, что я как-то справляюсь. В 2002 году состоялось вот это знаменательное выступление на романсеаде, которое тогда только еще набирало обороты. А сегодня это, по сути дела, уже всемирное движение. Я не думаю, что ошибусь, если скажу, что это движение благодаря Галине Сергеевне Преображенской станет вселенским. Как это было? Как это происходило? Вы тогда осознавали, что это некий этап и какой-то взлет в будущее? И вообще, как это все было? Нет, я просто готовилась к этому. Мне было интересно. Я погрузилась в новый для меня тогда жанр. И когда я вышла на сцену, и вдруг зазвучал из моих уст «Шелковый шнурок», то Алла Николаевна Баянова, она буквально подскочила в кресле, потому что она не ожидала, что вдруг зазвучит этот романс, который когда-то она тоже пела. Ей было очень радостно, она была удивлена. И, к счастью, меня это не испугало, ее реакция. А может быть, даже как-то подкрепила или поддержала. Может быть, да. И, в общем-то, вот такие какие-то моменты памятные, столкновения с такими глыбами. Алла Баянова – это явление русского романса или русского эмигрантского романса. Она действительно к нам привезла то, что светит вот таким вот отраженным светом. Открыла ли вам, Алла Николаевна, какие-то секреты? Надо сказать, что она своим исполнением и своей жизнью, в общем-то, дает какие-то планки, к которым хочется стремиться даже вот сейчас, когда ее нет. То есть, она и своей жизнью, в общем-то, создавала такую, задавала планку. И, скорее, более близкие отношения, такие дружеские у меня были с Михаилом Юрьевичем Аптекманом, который ей много лет аккомпанировал, и они работали. Мы, наверное, достаточно долго уже говорили о русском романсе, и теперь назрела необходимость дать что-то послушать нашим зрителям. Что бы вы хотели предложить? Я думаю, будет очень логичным, если прозвучит романс «Полно сокол, не грусти», который когда-то пела и Алла Николаевна Баянова. И в этой записи непосредственно звучит под аккомпанемент Михаила Аптекмана. Давайте послушаем. «Полно сокол, не грусти», «Думы брось напрасные», «Много счастья впереди», «Дни наступят ясные». Не так давно у нас появился театр мюзикла. Много лет у нас есть дом романса, который принимает все новых и новых гостей, но самое интересное, что из него и выходят новые певцы и вылетают, разлетаются по России новые воспитанники Галины Сергеевны Преображенской. Спрашиваю не случайно, не хотелось ли вам когда-то не только создать свой театр романса, но, может быть, выйти на сценические подмостки вот как уже драматическая актриса? Попробовать себя в качестве актрисы мне хотелось бы. Возможно, сигнал будет услышан, и когда-то это все случится. Что касается создать что-либо свое, меня очень часто к этому подталкивают мои друзья, мои коллеги, что, в общем-то, уже есть достаточно такой прочный запас, опыт, и есть с чем поделиться. Я пока не опасаюсь, я достаточно ответственный человек, и считаю, что нужно как-то созреть, наверное, к этому шагу. И когда-то, наверное, я смогу. Скажите, пожалуйста, Ирина, вот сейчас ведь поют очень многие, поют многие драматические актеры, создают даже свои группы певческие, устраиваются различные эстрадные конкурсы, я их не буду называть, все они, что называется, на слуху. Как вы относитесь к конкурсам вокальным, которые, опять же, выходят на первый медийный план, и показываются на наших ведущих каналах. И второй вопрос в этой же связи, а как вы относитесь к драматическому пению, к пению драматических актеров? Да, собственно, как я отношусь? Если они есть, и кому-то интересны, наверное, это хорошо. Вопрос, каков продукт, каково качество. Но, опять же, находят зрителя любое исполнение, опять же, и любое актерское исполнение. Кому-то достаточно того, что это медийный человек, и, в общем-то, его это радует. И совершенно неважно, как он поет. И независимо от качества исполнения. Я критично к себе отношусь в первую очередь, конечно, и ко многому, что меня окружает тоже. Но критиковать коллег я не собираюсь. У каждого свои планки, и каждый сам позволяет себе что-либо, да, или не позволяет, если ему совесть, или, я не знаю, вкус и так далее. Тогда я немножко скорректирую свой вопрос. Конкурсы молодых исполнителей. Вот самые-самые маленькие дети. Это очень такой сложный момент. Мне кажется, конечно, очень аккуратно нужно с детьми. И, опять же, момент подражания, о котором говорила, это все может быть. Но когда это ставится во главу угла, и ребенок только лишь озабочен микрофоном, опять же, тем, как он походит на того, чью песню он взял, вот тут, мне кажется, уже идет такой скос не туда, куда нужно, потому что сохранить детскость, вот это вот самое главное. А ребенок превращается в маленького взрослого. Такого это смотрится, ну, по меньшей мере, странно. Мне кажется, укорачивать период детства не стоит, потому что быть взрослыми мы вынуждены гораздо дольше, чем быть детьми. Больше того, вам скажу, актер обязан сохранять в себе вот эту детскую природу и непосредственность. Вот, кстати говоря, о детстве. В 13 лет вы начали мечтать спеть Татьяну. Ну, чуть позже. Да, может быть, чуть позже. Вот возникла эта такая, ну, почти детская, юная, такая молодая мечта. Наверное, как прочла, да, и узнала о том, что есть опера, и, да, наверное... Что общего у Ирины Крутовой и Татьяны Лариной? Что общего у Ирины Крутовой и Татьяны Лариной? Ну, наверное, музыка Петра Ильича Чайковского затрагивает до такой степени, что хочется погрузиться в образ Татьяны Лариной. Кто из еще оперных композиторов вам интересен? И есть ли замыслы выйти в классической оперной постановке? Желание есть. Если когда-то случится такой проект в моей жизни, я буду очень счастлива. Из композиторов, которые трогают меня примерно так же, как Петр Ильич Чайковский, это Пучини, Богема. Это вот две оперы, которые, в общем-то, любимые, Евгений Онегин и Богема. Романс создается все-таки в очень тесном соседстве с концертмейстером. Он порою пишет и музыкальную обработку, или какие-то создает штрихи очень интересные. Можно вспомнить выдающихся концертмейстеров прошлого. Это Давид Ашкенази, это Михаил Брохис у позднего Вертинского, это потрясающий Борис Мандрус у Клавдии Ивановны Шульженко. Вам посчастливилось работать с Михаилом Аптекманом довольно долгий период времени. Как тоже происходила эта работа? И мне интересно еще и, конечно же, с человеческой точки зрения, как вы находили общий язык? Что такое, ну, говоря о Михаиле Аптекмане, светлой памяти этого человека, что такое идеальный концертмейстер? Наверное, не ошибусь, если скажу, что он к этому приближался, к этому определению. Ну, в общем, да, и он поддерживал огромное количество исполнителей и своим мастерством, в том числе, подтягивал их к какой-то такой планке, как, опять же, Алла Николаевна, с которой он сотрудничал долгое время. Вообще общение с такими людьми очень важно и необходимо, потому что их творческий заряд и потенциал, и умение владения материалом, оно, конечно, накладывает отпечаток. И я счастлива, что с ним общалась и работала. И Виктор Фридман, который тоже дружил с Аллой Николаевной, и с которой мы тоже работали достаточно длительное время. Оксана Петриченко, которая сегодня, можно сказать, одна из лучших пианисток в этом жанре, которая тоже создает невероятные аранжировки, оплетает всех своими пальчиками и пассажами. И все ее очень любят, и участники конкурса, и те, кто вообще любят жанр романса, они ее знают и ценят. В общем, я рада, что на моем пути встречаются очень талантливые люди. Как вам кажется, вот романсовая культура сегодня, она как-то меняется, трансформируется? Возникают какие-то новые веяния, попытка приблизить романс к эстраде, к какой-то такой популяризации? Ну, это неизбежно. Это неизбежно, потому что время меняется, люди меняются, вкусы меняются, и мы должны, в общем-то, что-то вносить. И опять же, я говорила, что композиторы пишут, это уже немножечко другой романс, конечно. Но кто сказал, что он не имеет права на жизнь и звучание? Ирина, скажите, пожалуйста, еще очень интересная страница у вас, это песни военного времени, песни военных лет. Это тоже удивительно проникновенное звучание, удивительные истории, которые привлекают очень-очень многих сегодня людей. Ну, скажем так, в дополнение к моим словам, давайте послушаем одну из военных песен в вашем репертуаре и предоставим внимание нашим зрителям. Субтитры создавал DimaTorzok Военные песни. Они тоже сейчас получили вот такую актуализацию очень яркую сегодня. Их по-разному поют. Все ли, я сейчас спрошу вас не о том, кто может петь, или кто как поет эти песни, но у всех ли это хорошо получается? Потому что ведь порою, ну, оперный певец лишен возможности что-то передать в этой такой задушевности. Как здесь найти вот эти ключи к этой военной песне? Мы помним с вами прекрасное исполнение Марка Бернеса. Но мы помним и другое. Может быть, наши зрители не знают, как газеты, в частности, газета «Правда» в 60-е годы, на гребне популярности Марка Бернеса начала его критиковать, что это вообще пением назвать невозможно. А сегодня людей повторить, которые могут повторить исполнение Бернеса, ну, почти невозможно найти. Ну, это сложный, конечно, вопрос. С точки зрения критики, если есть желание критиковать, можно раскритиковать любого, и тогда, и сейчас, если это важно. А если важно, что к этому материалу обращаются, если это находит отклик в исполнителе, и наверняка найдет и в публике, я еще раз повторюсь, любое исполнение находит своего зрителя. Поэтому сказать, что этот плох, а этот хорош, у этого, ну, это настолько момент вкуса, и кому что ближе. Я не могу пройти мимо этой темы, потому что меня она затрагивает до глубины души, сердца и до каждой клетки моего существа, потому что, ну, это тема, которая очень важна, я считаю, и в нашей истории, и в нашей жизни мы должны об этом помнить, мы должны не допускать никогда ничего подобного, чтобы вот эти чувства, которые рождает эта музыка, вот пусть они сохраняются только лишь в концерте. Сейчас вы затронули очень важную тему вот такой памяти культуры. И, конечно, это вот та самая память, и вам огромный поклон за то, что вы эту память сохраняете, и в романсах, и в военных песнях. У вас замечательная семья и двое детей. Теперь да. Да, теперь это действительно радость большая, радость материнства, которая тоже, я уверен, меняет что-то и в актрисе, и меняет какой-то ваш подход, и даже исполнение со сцены, потому что, конечно же, человек меняется. Спросить хочу вот о чем. Видите ли вы, как, наверное, любая мама, какое-то творческое продолжение в ваших детях? Младший еще пока слишком мал для того, чтобы определить его какие-то творческие задатки. Старшая, в общем, да, достаточно творческая девушка у нас, и все в ней есть. Нужно только лишь как-то сориентироваться, чего больше хочется. Направить, может быть, да? В общем, ну, пока она занимается, можно сказать, накопительным таким опытом, потому что она и танцами занимается, и театральное, и тоже и певческое направление. В общем, все ей интересно. Ну, конечно, дочь посещает концерты мамы. Я думаю, и бывает за кулисами. Так что вот такая вот закулисная жизнь, это, наверное, тоже верный признак и показатель того, что и у нее судьба сложится замечательно. В заключение хотел бы сказать о том, что роман сегодня, и благодаря, прежде всего, Галине Сергеевне Преображенской, выходит за пределы России. Уже много проведено фестивалей во Франции, в Гамбурге, на севере Германии. И, конечно, это сегодня, ну, с такой, скажем так, идеологической, нравственной точки зрения очень важно, потому что что, как ни песня, что, как ни музыка, объединяет людей. И формирует, конечно же, образ России в данном случае. Ирина, бывают ли у вас зарубежные поездки, и как вас принимает зарубежная публика? Бывают, конечно, принимают замечательно, потому что, опять же, язык музыки не требует перевода. И если это идет от сердца к сердцу, то всегда достучишься, всегда попадешь, прям вот тебя поймут, почувствуют, и, соответственно, будет отклик. Огромное вам спасибо. Я благодарю вас за то, что сегодня у нас состоялся этот разговор. Позвольте вручить вам вот этот замечательный букет цветов и пожелать и в дальнейшем к сердцу каждого слушателя находить особые ключи вашим потрясающим голосом и вашей любовью к русскому романсу. У нас в гостях была Ирина Крутова. Спасибо, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok